Продолжение следует... 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 И... С одной стороны... Легкий ответ... В каждом университете сейчас существует определенная экосреда... Есть платформа, есть уже механизм взаимодействия студентов с преподавателями... Проведение учебного процесса... То есть мы, с одной стороны, готовы к возможным таким вызовам повторным... Если пандемия будет продолжаться... О чем недавно обратил внимание вице-премьер Голикова... Что с сентября, возможно, какие-то элементы... С другой стороны, вопросов-то меньше не стало... Мы... Как использовать эту... Эту экосреду, которая создана? Как ее трансформировать? В числа... Вчера... Экспертный центр научно-образовательной политики и телеграм-канал соответствующий... Провели опрос, закрытый-открытый... Где были опрошены руководители университетов, около тысячи... Собственно, вопрос стоял... А что вы будете делать с этой экосредой, которую создали в университете? И ответы... Они удивили многих экспертов... Я вчера к ночи списался со многими, созвонился... Основная масса, там, порядка сорока процентов коллег планируют вести обучение смешанное... Ну, то есть, та самая здравая логика, которая родилась в период дистанта... Когда какие-то сервисы можно взять в будущее... При условии, что можно будет вести нормальное очное обучение... И таким образом вести смешанное обучение... И очное, и в то же время с элементами дистанта... Но значительная часть коллег очевидно, что сомневается в готовности своего университета... То есть, порядка 20% каждый пятый... Вот это меня удивило... Ответил, что мы сомневаемся, что наш ректор справится... На этом фоне появляются другие вызовы... Одна из последних главных новостей, которая, наверное, еще долго будет такой главной новостью для системы высшего образования... Это начало реализации новой программы академического лидерства ПСАЛ... И, собственно говоря, университеты, академические институты, самые различные организации приглашаются в нее вступить... А это значит, что образовательным организациям, университетам в первую очередь придется взаимодействовать друг с другом... Научиться работать в сетевом взаимодействии... И мы не случайно пригласили Андрея Яковлеву... Потому что, с одной стороны, это ректор, который только-только пришел, возглавил университет... При этом огромный университет... Университет известный... Университет с огромной историей взаимодействия как раз с работодателями, с компанией... И с большим опытом в бизнесе. И, собственно говоря, с опытом сетевого взаимодействия, потому что практически все вузы Томской области... Они последние годы заточены и все больше и больше идут к сетевому взаимодействию. Это и большой университет, это и НОЦ, который сейчас создается, в том числе, вокруг Томского политеха. В общем, коллеги, вопросов много. Я надеюсь, что в сегодняшнем нашем разговоре мы, по крайней мере, часть ответов на них найдем. Первый вопрос у меня к Андрею Яковлеву. Андрей, Томский политех, ну, как уже было сказано, это один из толков сибирской науки. И вы все больше и больше сейчас включаетесь в такую сетевую работу с коллегами. Это и взаимодействие с губернаторской командой, с командой губернатора. Это и с бизнес-партнерами, с коллегами университетами. Но лидерство, конечно, это и бремя ответственности. Безусловно, интересно узнать от вас, каким Томский политех выходит из пандемии. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, хотелось бы немножко каверзный вопрос такой вам задать. А не страшно ли было возглавить вот такую махину? А если не страшно, то в чем основание для уверенности? Ну, страх. Страх – это на самом деле чувство, которое отличает здорового человека от нездорового. То есть все немножко должны бояться, на мой взгляд. Но бояться в хорошем смысле этого слова, чтобы понимать рамки, в которых ты находишься. Поэтому задача действительно возглавить легендарный Томский политехнический университет – это задача серьезная. И вот этот кредит, который доверие мне выдан, я осознаю. И задача Томского политехнического университета – сделать шаг вперед. И вот наша тема сегодняшняя, она очень важная для университета, потому что мы говорим про цифровизацию, про цифровую экосистему. И этот вопрос очень серьезный, очень емкий, потому что я работал в университете, работал в компании, я сейчас снова работаю в университете, и я видел университет глазами внутри университета, потом в компании работал, я видел университет извне. И что сразу отличает компанию? Компанию отличают тем, что люди, когда приходят, компания максимально делает минимизацию энергозатрат своих сотрудников. То есть цифровые процессы сразу включены для того, чтобы снять всю непроизводительную деятельность человека. В университете, к сожалению, не так. То есть исследователь должен заниматься исследованиями, преподаватель должен преподавать, но поддержки при оформлении простых документов, командировочных и так далее, если сравнивать с компанией, конечно, это все-таки отстает. И здесь нужно цифровизацию направлять на оптимизацию бизнес-процессов. Но это на самом деле вершинка айсберга, а верх всего этого зачем? Зачем нужна цифровая среда? То есть Матмутонский политехнический университет, первое, что мы делаем, отвечаем на вопрос «зачем?», потом уже «почем?», «кем?», «когда?», «как?» и «что?». Зачем нужна цифровая среда? И в компаниях, и у нас в университете разворачивается то, чего университету, на мой взгляд, недостаточно. Это система распространения знаний, это система, где знания генерятся, аккумулируются, обращаются. А потому что сейчас в университете многие знания, они на кончиках пальцев, и они в голове тех исследователей, которые работают в университете. Вот я при подготовке к сегодняшнему совещанию посмотрел, как у нас меняется количество статей в мире. Я вижу рост каждый год 15%. И если говорить про engineering and technology, то это 1,315,000 публикаций в год. Прочитать их все практически невозможно. Исследователи, которые работают в этих направлениях, они должны уметь обращать эти знания, должны уметь вычленять из них то, что им нужно. И одновременно с этим делать выученные уроки по тем работам, которые велись, которые планируются вести. На мой взгляд, сейчас наш фокус университета, он, конечно, направлен на вот эту систему генерации, аккумуляции, обращения знаний. С одной стороны. С другой стороны, важная составляющая, что те стейхолдеры, основные стейхолдеры, с которыми мы работаем, у них своя запущена программа цифровизации. И это не только цифровые двойники или роботизация, автоматизация производства. Основная цель – это увязка всей системы в целом. То есть это сквозная цепочка. И здесь, если университет не встроится в эту цепочку, ну, естественно, он катится назад. Он не будет полезен. Спасибо, Андрей. Андрей, давайте здесь поставим пока паузу. Вы много дали таких хороших зацепок для дискуссии. Но мне хотелось бы, чтобы сейчас в комментарии, в развитие темы включился Василий, который… Я помню совещание, это, по-моему, в МИСИС было, или… Ну, одно из первых совещаний, когда университеты переходили только на distant, когда было больше вопросов, чем ответов. Это было примерно в апреле, и министр Валерий Фальков спросил у Василия, а как, собственно говоря, уже университет 2035 включился в цифровую трансформацию университета, чем вы помогаете и так далее, и так далее. Я знаю, что коллеги, безусловно, помогли многим университетам, и те сервисы, которые университет 2035 предлагает, из них есть, не знаю насчет всех, но многие действительно применимые в университете и применимые как раз в жизни после коронавируса, то есть не в таком вот шоковом формате, а именно в развитии цифровой трансформации. Вот вопрос в этой связи Василию. Василий, как раз продолжая логику вчерашнего вопроса, неоднозначного с точки зрения ответов, а какие задачи после пандемии сможет и будет решать созданная эта среда, цифровая эта среда в университетах? Спасибо большое, Евгений. Я три части, наверное, своего ответа хотел бы озвучить. Первое, на самом деле, с чем мы столкнулись, когда начался вот этот переход, это, естественно, перенос тех проектов, которые мы делали с университетами вместе, начиная с самого начала этого семестра, и вынуждены были как все, соответственно, перейти в цифровую среду. Это, конечно, касалось наших проектных интенсивов, которые мы проводим с университетами. Это работа со студентами совсем в другой парадигме, когда у них персональная траектория развития, когда у них есть проект, который связан с образовательной программой, но легко выносит их за ее пределы, требуя тех знаний, которые иногда даже их университет дать не может. И мы, соответственно, перевели вот этот формат персональной траектории, формат проектной работы со студентами, формат, соответственно, их включенности в реальные решения производственных задач или создания новых стартапов в полностью онлайн-среду. Это интересный опыт, о нем мы можем рассказать. Важно, что за счет перехода в онлайн мы сняли ограничения и позволили в этом проекте поучаствовать студентам всех университетов. Там много чего мы нового узнали в переходе в онлайн, если будет интересно, я об этом отдельно расскажу. Но когда университеты оказались в новой ситуации, мы попытались найти новые сферы применения своих технологий и спросили их, а где сегодня есть самые большие проблемы. Какие проблемы могла бы решить именно цифровая среда, новая, основанная на работе с данными, с цифровым следом, обучающегося с персонализацией, обучением и так далее. И вот здесь возникло достаточно много интересных запросов. С одной стороны, в УЗИ сказали, что самые проблемные вещи – это лабораторные работы и физкультура. И мы попытались сегодня найти решение даже здесь. Сейчас у нас по итогам этого периода появилось, например, очень интересное решение, позволяющее строить персональные программы тренировок со своим преподавателем по физкультуре и проводить их с использованием разных цифровых ресурсов. С другой стороны, появился вот этот запрос по лабораториям, который превратился в целый большой проект, который мы сегодня делаем рядом университетов и огромным количеством технологических компаний по созданию цифровых двойников для образовательных целей, созданию новых вот этих лабораторий для специфических задач, которые решает каждый университет. Я надеюсь, с следующего учебного года это будут уже десятки университетов, там сотни студентов, которые создают новый тип контента для образования, связанный с цифровыми двойниками. Первый опыт показал, что эти цифровые двойники потом интересны и бизнесу, и они готовы за них платить, принимать эти результаты к себе или нанимать студентов. Но есть еще одна важная составляющая, вот Евгений о ней в самом начале сказал, а что будет, собственно, с переходом в цифру, с переходом в онлайн, ведь когда пандемия уйдет, мы надеемся, что университеты смогут пустить вновь к себе студентов, как бы вот эти все технологии, они для чего-то должны быть использованы. Эта история про смешанные форматы обучения, она, конечно, будет иметь место. Но здесь все зависит от того, сколько вузы готовы вложить, как бы, и преподаватели, которые вложили своих усилий там, в том, чтобы поменять образовательные технологии, исходя из целей повышения качества. Это очень сложный, такой тяжелый процесс, который нужно отстраивать, нужно выстраивать систему управления качеством и измерять все время эффекты, которые дает новая технология. Но что очень важно, мы сегодня замечаем, что эти технологии, они открыли совсем другие направления для вузов. Первое и самое, наверное, интересное, когда мы поняли, что, в общем, учить мы можем дистанционно, мы понимаем, что каждый вуз может учить студентов и других университетов тоже. И это открывает новые возможности для сетевого взаимодействия. Вот мы уверены, что некоторый прорыв вот в этом направлении, сетевого взаимодействия, использование модулей, соответственно, межуниверситетских, когда студенты разных университетов, соответственно, принимают участие в обучении, он точно будет иметь место. Но есть еще, конечно, очень важное составляющее – это персонализация обучения. То есть развитие дистанционных технологий, вот эта асинхронность образовательного процесса и одновременно, соответственно, развитие сетевого взаимодействия сегодня открывает очень большие перспективы для каждого студента, для каждого вуза по созданию реально персональных траекторий обучения. Это вот то, что мы делаем сегодня со студентами, когда они реализуют свои проекты, берут модули со всего мира, берут знания у преподателей совсем других университетов. Нам кажется, что эти два направления – сетевое взаимодействие и персонализация – станут как бы теми основаниями, которые позволят закрепиться сейчас накопленному этому опыту использования технологии онлайн-обучения в университетах. Василий, спасибо большое. Несколько очень важных тезис вы сказали. Я, как эксперт, очень двумя руками поддерживаю развитие сетевой формы взаимодействия университетов, и не только университетов, университетов с компаниями, университетов с зарубежными партнерами, потому что, безусловно, очевидно, что в очень быстро меняющемся мире, меняющейся экономике, один в поле не воин, даже большой сильный университет, поэтому даже логика времени и то законодательство, которое меняется, и те решения, которые принимаются на государственном уровне, и трансформация будущего майского указа, и трансформация дорожных надпроектов, и уже упомянутый ПСАЛ, и логика создания НОЦов, нас, конечно, именно к этому подталкивает. Андрей, давайте вернемся к Томскому политеху. Василий и вы в своем выступлении, отвечая на прошлый вопрос, и Василий сейчас дополнил, собственно говоря, те линии, которые, возможно, продолжать и развивать в университете, как в случае повторения пандемии, не дай бог, конечно, так и, скажем так, в мирное спокойное время развивать уже не только непосредственно учебный процесс, но, может быть, какие-то другие сервисы, там, век-офис университета. А что представляет, с вашей точки зрения, цифровая экосистема современного университета, вот в какую сторону она должна расти? Ну да, вот еще раз, да, отмечу, и, наверное, по Василию немножко продолжу про Томский политех. Мы, пандемию, и вот старт перехода на дистанцию, для нас даже препятствием не было, для Томского политеха, потому что мы готовы были к этому в полном объеме, как с аппаратной точки зрения, так и по подготовке к курсу, к чтению этих курсов. Мы выстроили сетевые взаимодействия, помогли ряду университетов, у них наладить дистанционное образование в Севастопольске, у нас университет, мы открыли полные доступы к своим курсам, к виртуальным лабораториям, мы этому уделяли большое внимание. Конечно же, вот цифровизация, которая проходит, и переход на дистанционный режим должен сопровождаться, ну, он на самом деле сопровождается с изменением культуры человека, преподавателя, студента, отношения. И мы вот сейчас, если говорить о нашей цифровой экосистеме, мы-то фокус делаем на том, что университет для нас сейчас является открытой интеграционной платформой для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества студентов, преподавателей, исследователей, бизнес-партнеров власти. То есть, с одной стороны, это платформа, которая открытая, а платформа предполагает, как мы понимаем, ряд таких моментов, о которых, возможно, мы переговорим, да, но попозже, я имею в виду, продуктовая линейка должна быть определенная, чтобы люди обменивались там, и это было взаимовыгодно друг другу. А с другой стороны, мы говорим, что это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, это партнерство. То есть, в этой среде студенты, преподаватели, они партнеры. И это уже другой формат взаимодействия преподавателей между собой, между студентами, между исследователями, бизнес-партнерами. Поэтому для нас цифровая экосистема, ну, я уже сказал там в первой своей части, что это, естественно, там и бизнес-процессы основные, не основные, которые есть в университете. Это, естественно, и система обращения знаний там и так далее. И это также выстраивание вот этого партнерского взаимодействия. Да, спасибо. У нас, я вижу, что наши зрители задают нам вопрос по поводу смешанного обучения. И, честно говоря, я с этим вопросом хотел обратиться сейчас к Василию, поэтому попробую скомбинировать. И по результатам опроса, который мы вчера провели, и вот сейчас нам зрители наши задают, по поводу смешанности. Большинство университетов видят учебный процесс с сентября в таком blended формате, смешанном, какая-то часть очного обучения, какая-то дистантного. Вот, Вась, как, на Ваш взгляд, это может выглядеть на практике? И какая вот разумная доля, если говорить о смешанности, то, по мнению университета 2035, по мнению взаимодействия с партнерами, какая доля вот должна быть очки, заочки, дистантки здесь? Вот я вижу, как задан вопрос, он задан очень правильно. Почему? Потому что, на самом деле, когда мы просто меняем формат обучения, например, переносим что-то в цифровую среду, это само по себе как бы может не дать положительного эффекта. Вот еще раз, у ВУЗов, на самом деле, было очень хорошее время, вот сейчас, когда они применяли технологии, потому что другого варианта не было. А как только сейчас мы начнем смешанный образовательный процесс, каждый раз переход в онлайн — это вопрос, как бы, а нужно ли это было делать? И вот этот выбор, он, на самом деле, определяется тем, как строится траектория обучения каждого конкретного студента. Он определяется тем, какая у него мотивация. Получает ли он с помощью этого дистанционного обучения больше возможностей? Становятся ли более актуальными те знания, которые он может приобрести? Появляется ли у него возможность, соответственно, построить более гибко свой график и получить доступ к каким-то дополнительным предметам, дисциплинам, которые он не мог изучить, потому что расписание было сильно зажато как бы вот этой синхронностью своей. А вот это определяющие факторы во многом. Конечно, речь идет не только о, наверное, вот таком переносе занятий в цифровую среду. Есть другие составляющие, связанные с тем, как формируются результаты обучения, как фиксируются, соответственно, создаваемые студентам артефакты, как фиксируются те знания, которыми студент воспользовался или которые были созданы в процессе его обучения. Вот я здесь хочу поддержать тему про управление знаниями в ВУЗе, про то, что цифровая среда сегодня, и вот это вот то новое, что может, соответственно, возникнуть в университетах в следующем периоде, это в большей степени работа с данными о человеке, о том, что он делает, причем о каждом человеке, и о студенте, соответственно, и о преподавателе, и выстраивание новых форматов взаимодействия между ними через цифровую среду. Вот если мы пойдем по этому пути, то мы сможем действительно анализировать, чем занимаются студенты, а что их на самом деле мотивирует, а какие, соответственно, серьезные какие-то разработки, проекты у них сегодня есть в сфере их деятельности, в сфере их внимания. И вот тогда, создавая такую систему, переводя, соответственно, взаимодействие в цифровую среду, накапливая там данные, мы сможем, соответственно, обеспечивать необходимую персонализацию и принимать на основе уже данных решения о том, что там стоит перевести в дистанционный формат, что оставить в бочном режиме и так далее. Вот эта основа, связанная с накоплением данных в системе управления знаниями ВУЗа, она является очень важной составляющей. Но еще не могу здесь снова не отметить, что дистанционный формат, действительно, сегодня дает возможности студентам расширить свои образовательные возможности, выйти за пределы университета, использовать тот багаж знаний, который есть, соответственно, в формате онлайн-курсов, в формате цифровых ресурсов, в других университетах. Это важное составляющее. И, конечно, если студент имеет мотивацию к этому, если он, соответственно, имеет запрос на вот эти знания, тогда доля дистанционного обучения у него может быть значительно больше. При этом мотивация студент только повысится. Да, спасибо. У нас так принято, что университеты, а нас сегодня слушают многие коллеги, и Андрей Яковлев, и Василий Третьяков, и я имею в виду руководители образовательных организаций, ректоры, проректоры, деканы, они, конечно, привыкли равняться на лучших, на лучшие практики, и стараться у себя их внедрить с учетом региона, с учетом экономической ситуации, с учетом специфики университета. Но вот этот, казалось бы, простой вопрос, перевод в дистант, и, собственно говоря, дальнейшая работа университета с использованием дистанционных технологий, если вдруг случится некий форс-мажор, с одной стороны, на него легко ответить, потому что учебный процесс, есть его части, то есть эти части были проведены так или иначе в дистантный формат, и университеты справились. С другой стороны, это совсем непростой вопрос, потому что вот мы говорим, но все еще не определили для себя, и, наверное, и в дальнейших разговорах тоже неопределим. Это такой вечный вопрос, который можно совершенствовать, совершенствовать. Я, кстати, надеюсь, что Василий нам рано или поздно сообщит, планируется ли остров, может быть, какой-то остров онлайн в дальнейшем, на котором мы уже опять все вместе командно сможем продолжать обсуждать такие вопросы. Но сейчас мой вопрос к Андрею Яковлеву, как руководителю одного из университетов-лидеров, на который, конечно, равняются многие ректоры. Андрей, а как проверить, что цифровая система университета уже создана? То есть где вот эта точка, на которой можно остановиться, либо приостановиться, понять, что вот у нас работа здесь проделана, и как-то можно ее завершать и дальше спокойно жить? Как проверить, что цифровая система университета уже есть? Ну, смотрите, Евгений, я отвечу так. Остановиться, наверное, никогда нельзя. Но всегда. И любой руководитель, на мой взгляд, должен быть немножко недоволен. Вот. А вот стоп-точки, которые ты на своем пути намечаешь, да, вехи, которые ты проходишь, конечно, должны быть обозначены. Приоритеты расставления этих вех, обозначения вот этих индикаторов, что ты реализуешь все успешно, мне кажется, у каждого университета уникальны, они свои, они связаны там с долей, сколько образовательного, образования в доле университета, сколько исследований, сколько технологий, как много внимания университета уделяет человеческому капиталу, либо инфраструктуры, они свои, доля их своя, и приоритеты у всех разные. Я могу сказать про наш университет, что, на мой взгляд, является успехом. Вот успехом является то, что у меня в телефоне полностью есть система документа оборота электронного. Успехом то, что у меня в приемную не заходит ни один документ в распечатанном виде. Это снятие операционных барьеров, да. Успехом является то, что у нас катастрофоустойчивые серверы и полностью независимые внутренние сети, даже если нам отключат внешний интернет, мы будем продолжать обучение в своих общежитиях и в корпусах вне внешнего интернета, да. То, что у нас 800 видеокамер, и мы в онлайн-режиме можем отслеживать, как и где у нас есть скучность, да, как нам перенаправить потоки студентов там в будущем. То есть мы к этому, ко всему готовимся. Система SCUD и так далее. То есть у нас еще система успеха, она была заложена задолго до меня, да, когда я сюда пришел. Это, конечно же, единая база данных. Все информации в одной единой системе Oracle собрана, которая позволяет нам потом в будущем накручивать те инструменты, которые будут появляться, имеется в виду инструменты Big Data там и другие аналитические инструменты для принятия правильных управленческих решений. Поэтому вопрос ваш нетривиальный для каждого университета. То есть каждый университет должен сделать свой выбор, на мой взгляд. Ну, будьте готовы, как минимум, что ректор вам напишет, коллеги, какая у вас модель телефона, чтобы у нас тоже так было. Мы можем поделиться и свою систему развернуть в другом университете. Причем надо отметить, что мы в университете выбираем два трека, ну, по-крупному, да. Это первый трек, когда мы разрабатываем программное обеспечение под себя, и у нас есть полностью разработчики, которые делают под себя. И когда мы работаем в партнерстве, ну, мы же туда же и покупку на самом деле это определяем. То есть вот есть два трека, вот то, что я говорю, электронный документ оборот, это собственная система, часть у нас там в других системах. Я уверен, что мы к этому вашему призыву поделиться опытом обязательно вернемся, возможно, в наших следующих встречах, потому что очевидно, что на месте никакой университет не будет стоять, а те задачи, которые ставятся учредителями, это и Миноборнауки, и другие ведомства, и даже для частных университетов существуют похожие вызовы. Безусловно, здесь никакая точка не поставлена, и даже запятой может быть еще нет. Василий, такой вопрос, мы сегодня много говорим о кооперации, о создании коллаборации, сетевого взаимодействия. Какое... Вообще, какое будущее вы видите? О сетевом взаимодействии давно говорится. Я помню, что еще лет пять назад, когда трансформировался закон об образовании, туда внесли возможность сетевого взаимодействия, на тот момент это была такая революционная норма, никто не понимал, зачем нужно это сетевое взаимодействие, зачем нужно кооперироваться вузом, как можно вести учебный процесс двумя вузом одновременно, как понимать, где заканчивается модуль одного университета, где другого. Совсем непонятно, как в эту цепочку встраивать компанию, хотя призыв уже тогда стоял, я помню, при Ливане начинал с министра, когда стоял призыв, что вузы идите взаимодействуйте с корпорациями и делайте совместно программы, в том числе доп. образования. Но никто совершенно не понимал. Сейчас мы дожили до периода, когда уже даже без всяких законов, без всяких государственных решений, без решений министра, нас сама жизнь заставила кооперироваться, взаимодействовать, и, наверное, у каждого руководителя вот такие диалоги, как у нас сейчас с вами, через Zoom, они вот в календаре на каждый день прописаны, то есть то, что мы сейчас с вами делаем, это тоже сетевое взаимодействие и обучение в том числе, друг у друга учимся. Вот ответьте, пожалуйста, вот с точки зрения, может быть, даже не только вашей личной, но и поделитесь мнениями, которые в вашей команде и, может быть, даже мнениями Дмитрия Николаевича Пескова, в каких направлениях коллаборации, взаимодействия университетов, такое сетевое взаимодействие с компаниями, с губернаторскими командами, с еще какими-то технологическими партнерами. Вот в каком направлении будущее есть и есть смысл развивать, а в каком направлении, наверное, ну, это такая вот мертворожденная история, про которую не нужно думать, то есть направьте нам правильный вектор, потому что нас сегодня слушают коллеги, которые ищут для себя практически решения. Хорошо, спасибо за вопрос, он такой довольно сложный и очень интересный. Я отвечу следующим образом. Есть две составляющих в сетевом взаимодействии. Первая, она, конечно же, про студентов. Сегодня мы хорошо понимаем, что любой студент, который учится практически в любом вузе, он имеет доступ к знаниям, к курсам, к какому-то участию, соответственно, в том, что происходит не только в его университете, но и за его пределами. А за его пределами сейчас есть курсы других вузов, есть, соответственно, какие-то технологические платформы, есть платформы онлайн-обучения, на которых размещаются материалы не только от университетской среды, но и от технологических компаний. И, в общем, таких курсов становится все больше. Я уж не говорю о том количестве открытых цифровых ресурсов, которым тоже может воспользоваться студент. И мы хорошо понимаем вот сейчас, когда работаем со студентами в любом университете, что если у него есть потребность в знаниях, то ограничивать его, соответственно, теми возможностями, которые предоставляет его образовательная программа, точно не стоит. Если у него есть мотивация к освоению знаний конкретных, он их точно возьмет в разных источниках. Если мы, соответственно, сможем сделать так, чтобы это обучение его с использованием внешних материалов оставалось частью его образовательной деятельности в университете, про которую университет хотя бы знает, про которую университет хотя бы может получать какие-то данные. А еще лучше, соответственно, когда университет может рассматривать это как часть своей образовательной программы и использовать образовательные результаты как элемент обучения, признавая их, зачитывая, анализируя и так далее, то тогда, соответственно, те возможности, которые университет даст своему студенту, ставят гораздо шире мотивация студента к обучению, к построению персональной своей траектории, к какому-то осознанному отношению к тем знаниям, которые он получит в университете, существенно возрастает. Вот этот аспект, мне кажется, очень важный. Он является некоторой движущей силой к тому, чтобы сетевое взаимодействие строилось. Потому что ВУЗ рассматривал свою среду, свою вот эту цифровую экосистему, как экосистему открытую, позволяющую интегрировать в нее все те знания, которые находятся в том числе за пределами университета. Второй аспект, он связан с тем, как развивается взаимодействие между университетами, формальной плоскости с точки зрения, соответственно, формата сетевой реализации образовательной программы, которые прописаны в законе. Вот здесь как бы все гораздо сложнее, потому что выстроить кооперацию между ВУЗами это всегда достаточно большая, сложная организационная задача. И нам кажется, что здесь будущее за так называемыми образовательными франшизами, когда, соответственно, одна образовательная организация или, соответственно, технологическая компания может создать некоторую методику освоения определенного модуля, определенного курса с определенными результатами обучения. И дальше она может программу транслировать в другие университеты, позволив там не просто как бы этот модуль дистанционно или в формате онлайн-курса взять, а, соответственно, начать реализацию соответствующего модуля, может быть, программы ДПО, кстати, что может быть особенно важно в текущем периоде, курса по определенной методике использования того цифрового контента, который был создан начальным держателем этой компетенции. В чем здесь особенность? Потому что ВУЗ не просто взял онлайн-курс чужой, а он у себя выстроил, соответственно, систему подготовки в разных форматах для передачи той компетенции, которой в ВУЗе изначально могло не быть, или которая родилась в взаимодействии с технологической компанией, с каким-то консорциевым университетом. И вот нам кажется, что вот эта история про франшизы, про передачу, соответственно, процессы преподавания компетенции в другой университет, она будет развиваться как раз на том, что связано с системой управления знаниями, с платформами, которые анализируют цифровой след деятельности обучающихся в распределенной среде, территориально распределенной среде. То есть фактически такая франшиза образовательной программы может выходить вместе с некоторой цифровой платформой, в которой реализуется деятельность всех обучающихся, где бы они ни находились, фиксируются их достижения, и, соответственно, дальше есть некоторая достоверная информация о том, что да, эта компетенция была освоена. Да, соответственно, для того, чтобы ее достичь, были использованы вот эти знания, были использованы разные источники, соответственно, информации, курсов и так далее. И вот это и будет, соответственно, некоторым таким прорывным форматом, который, мне кажется, сможет развить сетевое взаимодействие между университетами и технологическими компаниями в том числе. Спасибо за ответ развернутый. Мы понемногу заканчиваем наш разговор, и прежде чем я задам вам двоим последний вопрос, мне хотелось бы от Василия услышать, я понимаю, что, может быть, сейчас невозможно назвать срок, но действительно многие коллеги хотят слышать хотя бы возможность. А планируется ли вообще, обсуждается ли в вашей команде продолжение истории с островами, может быть, дождемся ли мы следующего острова, не знаю, какой он будет, летний, осенний, онлайновый. Вот сегодня вечером будем говорить с коллегами из образовательного форума «Территория смыслов», с программным директором, о форуме, который пройдет в этом году, огромном, но он пройдет в формате on-air, то есть пройдет преимущественно в онлайн формате. Как у Вас в команде обсуждается ли продолжение столь полюбившихся островов? Конечно, обсуждается. И разные форматы могут быть. От территориально распределенных на сети университетов с взаимодействием команд до, соответственно, проведения очередного мероприятия, когда у нас будут сняты все ограничения. Мы думаем над этим. Мы сейчас обсуждаем совместно с командой «Эдкранчо» проведение конференции в распределенном формате. Возможно, она станет первым мероприятием осенним, на котором мы сможем системно поговорить с университетами, не только с университетами, о развитии образовательных технологий, применении тех подходов, которые есть в университете 2035 и так далее. Поэтому осень будет точно интересная, и там будет много мероприятий, которые смогут нам помочь переосмыслить тот опыт, который был получен, и, соответственно, применить его для развития своих университетов и образовательной системы в целом. Осень, без всякого сомнения, будет не только интересной, но еще очень горячей. Надеюсь, что и участники этого разговора в ней примут самое горячее участие. Коллеги, у меня завершающий, последний вопрос. Вот пока мы с вами разговариваем, я вижу, что приходят сообщения, многие пишут мне лично, и большинство вопросов, они касаются смешанного обучения. Так же получилось, что эта тема волнует и руководителей университетов, которые сейчас уже задумываются, в какую сделать пропорцию уже сейчас нужно задумываться. Многие коллеги пишут, уже готовятся к тому, что 100% предусмотрит возможность обучения в дистанционном формате для своего университета, если ситуация с пандемией не выровняется. В этой связи хотелось бы от вас услышать, сначала от Андрея, потом от Василия, из каких блоков цифровая система университета должна состоять. Мы, наши эфиры, люди ценят именно за такие практические советы, именно потому, что из них выносят для себя практически конкретные решения. И здесь вот хотелось бы, чтобы вы действительно оценили, посоветовали с точки зрения себя, как ректора, как руководителя, с точки зрения, может быть, своих коллег, с которыми вы взаимодействуете, других университетов. Вот какие блоки должна включать цифровая посреда университета, и, может быть, два слова про ту самую пропорцию смешанного обучения, которую вы бы у себя... Вот если сегодня смотреть, вот с нашей июньской позиции, предположим, что завтра сентябрь, и нам с вами нужно начинать учебный процесс. Вот какую бы пропорцию вы соблюли, если будет, возможно, смешанное... Ну, в смысле, очное обучение в аудитории, но какой бы формат дистанта оставили? Андрей? Да, Евгений, вот Василий в своей речи отмечал, что важно, и Дмитрий Песков всегда об этом говорит, что важно понимать, какой студент у тебя в университете. Ну и, грубо говоря, выделяют, на свой язык сформулируют, три типа студентов. То есть те студенты, которые знают, зачем они пришли, и они сами определяются, какая пропорция им нужна. Те студенты, которые пришли, потому что им подсказали сюда идти, родители, друзья и так далее. И студенты, которые не знают, почему они здесь оказались. Я много раз слушал эти доклады, и мы внутри, сейчас плотно работаем со студентами, мы сделали опрос внутри студентов, кто они, чтобы они сняли с себя вот этот портрет, кто же они. Оказывается, вот этот показатель, студенты 6 лет у нас, магистранты, и он очень сильно варьируется. Поэтому, мне кажется, нужно дать возможность всем. Но единственное, от чего мы не откажемся, вот в Томском политехническом университете всегда самостоятельная работа студентов сопровождалась дистанционным форматом. Как было, так и останется, потому что это востребовано, и студент должен иметь возможность общения, хоть и самостоятельно работает, но все-таки у него должен быть руководитель, от слова «рука» рукой водит. То есть это мы должны обучать. Мы со своей стороны сейчас готовимся и будем выходить в сентябре с возможностью присутствия студента очно, и в случае, если он не может быть на лекции, быть в дистанционном формате, прослушать эту лекцию и задавать соответствующие вопросы, мы сейчас готовимся, переоборудуем свои лаборатории, мы готовимся к такому формату. Дать возможность 100% всем работать в таком формате, не делить, сколько будет у нас очных, дистанционных, потому что, на наш взгляд, это все равно, что видеть, чувствовать, слышать, чувствовать запахи, также и дистанционный формат. Это один из способов усвоения информации. И каждый человек должен сам понять, а кто он? Тактильно чувствует, слышит и воспринимает информацию, либо видит, так же и здесь. Дать возможность студенту воспринимать эту информацию так, как он хочет. При этом надо понимать, что студент — это партнер. Мы же сейчас студенты не делим по возрасту. У нас есть студенты 50 и 60 лет, поэтому нужно дать возможность. А выберут, пусть они сами выберут, то, как им максимально эффективно для них. Спасибо, Василий. Я хочу полностью поддержать, что, да, действительно нужно знать все о своем студенте и, соответственно, ориентироваться на то, какие потребности есть у них, анализировать, как, соответственно, переход в онлайн влияет на их мотивацию, на их вовлеченность и так далее. Но еще важнее, как бы, влиять на студентов с точки зрения повышения их осознанного отношения к обучению, да, чтобы они понимали, зачем они те или иные знания могут взять и как они их могут применить. Вот у нас есть, ну, очень много показательных примеров, да, когда ребята включаются в какой-то проект, они, не знаю, запускают там свой бизнес даже, да, параллельно обучение. Они, соответственно, хотят больше и быстрее получить знаний о тех вещах, которые им нужны для реализации своего проекта. Вот в этот момент очень важно, чтобы ВУЗ предоставлял такую возможность, чтобы он, переходя и принося там какую-то часть обучения в дистанционные формы, в онлайн обучение, да, он давал больше свободы тем студентам, которым она нужна. Это принципиально важная история, да, потому что очень часто так бывает, что вот формальный образовательный процесс, да, он снижает активность ребят, он не дает им возможности заняться, соответственно, там, тем, что их мотивирует, тем, что дает им, соответственно, там, ну, потребность в знаниях, да. Вот мне кажется, что если университеты в целом сейчас после этого периода вынужденного перехода в онлайн будут использовать, как бы, эти технологии для повышения свободы студентов, да, создание условий для персонализации будут правильно, соответственно, студентов мотивировать, потому что бы строить свою траекторию обучения осознанно и использовать имеющиеся образовательные возможности, то это действительно даст очень серьезные изменения, да, и гораздо больше ребят перейдет в категорию, которые знают, зачем они учатся и делают это ответственно, и с пониманием того, как они будут дальше полученные знания использовать. Спасибо за ответ. Уважаемые коллеги, мы сегодня приоткрыли, наверное, начали отвечать на новые вызовы, которые перед нами и коронавирус поставил, и сами университеты, прокачавшись за период пандемии, перед собой поставили. На днях было интервью министра Валерия Фолькова на Первом канале, Владимира Кузнерова, и там прозвучал один тезис, очень характерный. Как вы знаете, в системе высшей школы есть свой вопрос, что первичник, курица или яйцо. У нас есть вопрос, кто в университете главнее, преподаватель или студент? Потому что, с одной стороны, казалось бы, легкий ответ, студент, это же университет, туда приходят люди учиться, преподаватели передают знания, а с другой стороны, университеты, лучшие университеты стремятся стать научно-исследовательскими центрами, большими центрами компетенции, где рождается большая наука, и где, собственно, ученые, исследователи взаимодействуют друг с другом, и вопрос звучит актуально, продолжает звучать актуально. Мне кажется, что в предмете нашей встречи, формирования цифровой среды, куда двигаться, развиваться, важно не забывать о двух вещах. И делал так, чтобы университет был как можно ближе, как можно удобнее для студенту. Вот то, о чем говорил сегодня Андрей, о том, что в университете уже создана масса сервисов, возможностей, даже в отсутствии интернета, чтобы студент не чувствовал себя неуверенно, и учебный процесс продолжался. И то, о чем сегодня много говорил Василий, о том, что, безусловно, должна модернизироваться, модернизироваться, должна совершенствоваться система различных экосервисов, в которые должны вовлекаться преподаватели, должны вовлекаться партнеры университета, и тем самым все участники процесса, учебного процесса, научного процесса становились бы сильнее. Я благодарю наших спикеров, руководителя Томского политеха Андрея Яковлева и руководителя университета 2035 Василия Третьякова. Мы обязательно продолжим этот интересный разговор. А сейчас до новых встреч, коллеги. Хорошего дня.